На библейский портал «Акзагет» поступил вопрос, как относиться к недоброжелателям? Ну, вообще вопрос так сформулирован, что уже о категории какой-то лиц мы должны говорить как о категории виноватых. Поэтому с этой точки зрения, конечно, очень сложно оценивать человека, потому что нельзя брать на себя прерогативу Бога. В любом случае, если я сказал, что он недоброжелатель, это я знаю, что он мне не желает добра, это значит, он мне желает зла. Да, если мама тапком дала по попе своему сыну, который сует два пальца в розетку, вы можете назвать ее недоброжелателем? Я думаю, что объяснять человеку, что направленное движение заряженных частиц произведет в нем работу, если бы она это объясняла, я не думаю, чтобы она достигла какого-то успеха. Но дав тапком по попе, она человека сформировала внутри уже некое такое боязненное состояние между розеточкой и шпилькой или пальцами. Вот поэтому не всякий недоброжелатель, на самом деле недоброжелатель, это наша оценка этого человека. Я думаю, что когда мы перестанем ценить человека и оценивать его, мы по-другому начнемся вообще к людям относиться. Ведь воспринимать с недобром можно вокруг себя очень много, что и явление природы, и обстоятельства, и людей, и саму жизнь, в конце концов. А доходит до того, что начинает и Бога считать недоброжелательным, потому что какие-то искушения или какие-то обстоятельства вокруг человека возникают такие, что человеку не нравятся. А на самом деле нужно немножко потерпеть и пожить. И когда человек начинает оценивать свою жизнь через некоторое прожитое время, он понимает, что если бы тогда не прилетела эта оплеуха, может быть, не такие обстоятельства возникли бы в его душе, в его жизни. Вот, поэтому, во-первых, с этой точки зрения я бы никогда не думал о человеке как о добро или зло желателя. Поэтому надо немножко подождать. Может быть, человек на самом деле Бог направил для того, чтобы каким-то... А, ну вот вспомните притчу, когда по дешах один человек отрезал себе палец, и ему его ближайший друг сказал «Слава Богу!» И ему этот повелитель взял, посадил его в темницу. «Ах ты, там я палец себе отрезал, а ты там радуешься этим, говоришь, слава Богу!» И потом этот человек попадает в какое-то племя людоедское, и они его хотят съесть, и потом в последний момент отпускают. Почему? А потому что по традиции этого племя нельзя съесть человека, у которого какое-то повреждение на теле. Надо его... Его выгнали. И тот приходит в тюрьму, выпускает своего друга и говорит «Ты меня прости, я тебя посадил в тюрьму, а благодаря этому отрезанному пальцу, оказывается, я остался в живых». На что он говорит ему «Слава Богу!» «Как, слава Богу, я же тебя в тюрьму посадил!» «Если бы ты меня не посадил в тюрьму, меня бы съели вместо тебя, потому что у меня пальцы-то целые!» Вы понимаете? Вот даже такие обстоятельства человеческие могут восприниматься как добро, но это надо понимать, надо не торопиться с выводами, и почаще, наверное, все-таки обращать взор внутрь себя. Когда человек рассматривает свою собственную душу, ему никаких дел нету на то, что вокруг его творится. Добро ли, зло ли тебе желает человек? Все воспринимается как обстоятельства, как в молитве с Тарцем Оптинским. Я воспринимаю как все, что происходит вокруг меня, как данное Богом. Данное Богом, но не всегда мне понятное и нравящесть, но тем не менее это процесс возрастания и воспитания. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok